Послушайте, у нас сайта не было. У нас была в голове только идея. Вообще все великие вещи бизнеса так начинали. Ничего у тебя нет. Но в голове такое творится, что я однажды очень сильно был воодушевлен, оказавшись случайно в городе Вена. Я увидел возможность вести международный бизнес. У меня уже был бизнес, 95-й год, октябрь месяц. То есть 12 компаний у меня было в Татарстане. Мелких. Автостоянка на 700 автомобилей. Ну как мелкие, знаете, мешками деньги каждый вечер приносят. Наличные. Особенно ночные стоянки, да, мешками. Это много денег для кого-то, но это не то. Это местечковый бизнес. Он в одно утро может у тебя закончиться, правда? Потом участок ремонта бытовой электронной аппаратуры. Вот по порядку. Потом кафе театральное, там 10-15 стульев. Потом мы в зал сделали. Вот таким образом, 12. Потом мы гаражи купили с ребятами. То есть вкладываемся, покупаем. Какие-то бизнесы удачные, какие-то неудачные. Мы двигаемся, двигаемся, двигаемся. Потому что движение – сила. И в какой-то момент у меня тревога приходит. Успешно. У всех деньги есть, прибыль есть. Тревога приходит. Все уязвимо. Очень уязвимо. Потому что один город, весь мой бизнес в одном маленьком городе, который называется Набережный Челный КамАЗ. 700 тысяч, я не считал. Может быть, 500 тысяч, 700 тысяч. Но городом считается и 100 тысяч человек. Очень маленький. Потому что может случиться, что, например, глава администрации или мэр, пэр, хэр там, ну, не тем оказался, не будет поддерживать бизнес. Не каждый человек, не каждый чиновник, мягко сказать, поддерживает бизнес. Не каждый. У каждого в своей стороне. Все. Все. Может быть, Галина Александровна помнит. Был у нас такой мэр? После Алтынбаева, Даром Казахича. Был. В наказание города прислали его. В наказание из города. В наказание? Прошу прощения. Настоящий алкоголик и самодур. Все нормальные люди убежали из города. Предприниматель. Ну, невозможно было вести бизнес. Я так подумал, слушай, Зина, ты создаешь, ты за собой людей ведешь, да? Ты деньги вкладываешь свои и своих друзей, потому что некуда вкладывать. Что, на КамАЗе работать, что ли? Это же самоубийство. 90-е годы. Это самоубийство. Ну, терпеть, конечно, можно и рабство. Мы не хотели рабство терпеть. Нам надо было жить, потому что самые молодые и красивые годы. Ну, деньги, нам надо путешествовать. Да хоть... Понимаете? И мы начали создавать. Честно, нормально, трудились с утра. Но я начал понимать. И когда я оказался сначала в Вене, потом оттуда в Цюрик, потом вернулись в Будапешт, это путешествие. И я понял, я могу создать международный бизнес. Диверсификация. Кто-то скажет, что такое диверсификация? Операция, ну, паук опираться на шесть ног. Океанистский или морской лайнер опирается на 20-30 отсеков. Если один-два отсека пробьет, остальные будут, значит, все равно. Целый и будет корабль на плаву. Диверсификация. Вот тогда я настолько загорелся, и в течение девяти лет ровно, 95-й плюс 9 лет, я ни разу не заболел даже насморком. Почему? Как немцы говорят. Ва-рум? Ва-рум? Не так вот так вот. Ва-рум? Почему? А потому что я был на взлете. Я на взводе был. Это не означает то, что я на износ работал, просто каждый месяц открывал, открывал, для себя открывал, открывал. Я хотел бы очень, мне не жалко, поэтому я желаю каждому из вас сейчас, кто меня слушает, чтобы однажды небеса растеклись бы, и вам Господь сам или в темечко поцеловал бы, и вот так вселил бы в ваше сердце вот такое настроение. Вау! Вот это называется настроение вау. Тогда ты полумертвый, все приговоренный к смерти, ты встанешь и пойдешь. Единственный способ, что человек будет жить и радоваться, если у него есть дело, которое дает ему радость. Ну, для кого-то просто деньги радость, для кого-то, допустим, разные идеи, бизнес-идеи, для кого-то даже политикой заниматься радость, наверное. У каждого свои радости источники. Если человек от души занимается, он не болеет. Я удивляюсь, как Дональд Трамп, как Владимир Путин в голову пришло. Это не говорит мое отношение к ним. Слушайте, восьмое-десятое, вы посмотрите, какая нагрузка. Нифига не нагрузка. Вообще нисколько не нагрузка. Они в этом. Это суть их жизни. Они там вот проснут. Я думаю, что они засыпают только с одной мечтой. Поздно засыпают эти пацаны с одной мечтой. Быстрее бы проснуться и продолжить любимое дело. То есть дело, которое им нравится. Это в этом смысл жизни. Очередное открытие, которое я сделал буквально на днях, я понял. Ну год тому назад, я сейчас приду. Год тому назад, 14-го, у нас даже сайта не было. Мы быстро открыли необходимые на блокчейне счета. Вот сложили деньги, свои прежде всего, и заказали сайт и программу, первую программу, которая будет учитывать наше право собственности в этом проекте. Так, Алексей? Мы это сделали. Евгения, ты была старостой, ты распределяла. Так же? Все. Вручную. И 9-го сентября у нас этот смарт-контракт заработал. Месяц мы вручную делали. Вот так мы начинали. Я прошу вас, тот уровень воодушевления. Вспомните, ребята. Итак, смотрите. У нас была идея. Идея. Как вам сказать? Если кто-то вообще не воодушевляется, ну что? Ну, мне жаль. У нас была идея. Она нас повлекла вперед. И мы верим в эту идею. Это не бред сумасшедшего. Когда идеи приходят, где Анна Николаевна? Она правильно говорит. Вас, вашу команду, Зинопсюм, твою семью, Господь в темечке поцеловал. Господь, Бог в темечке тебя поцелуй, когда у тебя приходит идея. Не обязательно идея Триангел. Она не самая, наверное, гениальная. Если идея пришла электромобиль, Илону Маску, над ним все смеялись. А я боялся за него, потому что нефтяная мафия просто его могла заказать. Потому что 60% добываемой нефти идет на производство топлива, правильно? Для бензиновых двигателей. И ДВС называется. Двигатель вынужден сгорания. Он хочет сократить 60% потребления бензина, этого что ли, нефти на земле. Я думал, он сумасшедший. Нормально. Я не знаю, покушения были, покушения не были, но он загорелся. Посмотрите, сегодня только Илон номер один человек в мире. Выше политик.